В администрации городского округа Люберцы прошло еженедельное оперативное совещание. Руководители структурных подразделений и силовых ведомств рассказали об итогах проделанной работы за отчетный период. За прошедшую неделю в межмуниципальное управление МВД России Люберецкая поступило 2400 заявлений. Сотрудники ведомства возбудили 23 уголовных дела, 13 из них раскрыли по горячим следам. В округе по-прежнему растет число жертв дистанционных мошенников, и это несмотря на активную профилактическую работу полиции. Мы раздаем памятки, что могут позвонить вам неизвестные люди, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов, банками, что ваша карточка будет заблокирована. Лучше перепроверьтесь, позвоните, уточните, вызовите участковую, то есть участковая практически каждый день раздает вам эти памятки. На оперативном совещании доложили, как в школах городского округа Люберца организовано горячее питание. На сегодняшний день бесплатные завтраки получают все ученики младших классов, а это более 21 тысячи детей. Качество блюд в школьных столовых под контролем надзорных органов. Рацион питания обучающихся школы представлен 10-дневным циклическим меню. С 1 сентября в школьных столовых обновлено меню. Из него убрали позиции, которые нравятся детям меньше всего. Добавили оладьи, вареники с творогом, куриные наггетсы, сырники. А пятница является с прошлого года пельменным днём. На встрече рассмотрели жалобы и предложения, поступающие от жителей. На прошлой неделе по всем адресам в Малаховке, которые были указаны в обращениях, восстановили освещение. Остаются ещё такие места, как Красковское шоссе, Большое Коренёвское шоссе, на Быковском шоссе. Там у нас пока отсутствует освещение. На Рязанском шоссе, Томильно, в сторону области. Ну и в Люберцах вдоль Октябрьского проспекта, в частности, эстакада «Мальчики», необходимо проверить лампочки. После доклада Дмитрия Баранова глава городского округа Владимир Волков дал ряд поручений своим профильным заместителям и руководителям управляющих компаний. В частности, провести ямочный ремонт на Смирновска и организовать своевременный вывоз мусора на улице Юности.